всем привет с вами канал ответы морякам сегодня мы пригласили к нам гости контейнерных опытных моряков контейнеристов которые один работает на мостике вадим александр работает в машине вторым механиком и сегодня хотим обсудить тему взаимодействия правильное взаимодействие между мостиком и машиной разногласия как правильно это все вглаживать во время контракта и уважаемые зрители пишите свои комментарии задавайте вопросы ребятам на которые они будут отвечать с тем чтобы беседа была более оживленная и разногласия происходит во время работы эксплуатации судна между мостиком и машины вот вы сталкивались как вы их решали но их очевидно на пароходе больше так-то дома на кухне под чаек или вечером под коньяк и конечно меньше но работает работа всякое бывает ну нужен конкретный ответ какие иногда проблемы взаимодействия да какие какие вот были у тебя в практике у александра проблемы и как решали но у нас есть у нас возникает вот там машина там звонит на мосте говорит что вы дергаете этой ручкой штурман говорит что у меня тут экстренная ситуация не могу или дергать и так далее нет я как я думаю что все-таки основной момент это распределение людских ресурсов и зачастую самый частый вопрос это ваша работа нет это ваша работа то есть пожалуй вот это наверное да у нас проблема возникает чаще всего в таком формате а если мы говорим про как таковое да нет работать надо дружно иначе ничего не получится ну а тогда действительно это распределение людей например на примитивного вопроса там кто будет отгружать провизию это шпалуба да нет вы можете и помочь и так далее то есть или там получение сторов то есть вы получите мы разберемся недопонимание наверное вот вот это наиболее частый момент а вот вопрос по поводу машины я даже сейчас александр спрошу это важный вопрос вот кстати насчет телеграфа и вообще взаимодействия с машиной насколько я вот меня все-таки учили я понимаю судно заложено с параметрами возможности аварийной аварийного его использования вплоть до того что все знают например такой как краш шестерн да или как он там называется то есть краш тестом производить то есть я могу отыграть машиной в любой момент мы сейчас обсудим в чем последствия я кстати не до сих пор не все технические нюансы понимаю но лично в моей практике было что вот ну была тяжелая ситуация в индии один раз я уже будучи старпомом это не так давно было когда ну просто я чуть не столкнулся с рыболовинской шлюпкой а потом я проанализировал для моя самая большая ошибка была в том числе вот в данной ситуации нужно было использовать машину потому что мппсс он же колрек написан кровью и это ну для навигаторов я считаю что библия да это основное документ и правила до которых мы должны придерживаться так вот в мппсс говорится что курсы скорость то есть не только колесико автопилота или на крайнем случае ручное управление но и все-таки управление машиной поэтому вот мне куда интересно почему действительно я вот никогда не могу использовать так быстро что что такого то происходит что вот ну вот машины нельзя пользоваться ну если мы поздоровались еще раз добрый день на данный вопрос отвечу так сейчас в принципе очень много пароходов компьютерных да то есть электронные двигателя как и у мана так и вот и в принципе в принципе все могут пользоваться как бы и смайнаться будем то есть снизить ход быстро и повысить обороты но существует очень много факторов во первых сама программа вам не даст это сделать потому что ребята которые делали и проектировали двигателя сделали их так и программы чтобы обороты да то есть там максимально идем сбавлялись или понижали или прибавлялись грубо говорю чтобы все понимали не будут там сленгом разговаривать да чтобы это все было плавно потому что я не знаю там кто нас смотрит бывалые люди небывалые люди очень много факторов охлаждение двигателя да то есть масляная система охлаждения все это взаимосвязано да вы всегда спрашивают штурманагу как сейчас в один спросил ребят но вы на своей машине прокатитесь как бы да там газ пол холодный двигатель дать и и дать что будет двигателем вот я всегда говорю штурманам отвечаю на вопрос вы свою машину бережете ну давайте побережем двигатель да когда бывают экстренные ситуации да не вопрос стоп реверс назад и маневрируйте как хотите но не так чтобы там каждые два часа я захотел оборот прибавил захотел 3 убрал как многие капитаны это делают это честно говоря бесит а если все должны понимать что бывают и какие там сопротивлением какие-то проблемы я так образно говорю да там какой-то трехходовый клапан не так работает автоматически или там даже в ручном режиме это уже измените механику или мотористу надо постоянно бегать постоянно подкручивать а пароходы немаленькие и через две минуты вы сказали а два оборота вперед а через три минуты ой извините давайте четыре оборота вниз ну как бы это тоже человеческий все зависит человеческого фактора всегда можно обо всем договориться но реально взаимоотношения машины мостика принципе это все зависит от людей как и в любом взаимоотношении уважаемые моряки если работодатель не выплачивает зарплату если с вами или членом экипажа произошел несчастный случай не оставляйте решение вопроса компенсации на усмотрение судовладельцев так как оно будет не вашу пользу обратившись в международную юридическую фирму юринтер которая с 1999 года успешно защищает интересы моряков и их семей вы получите справедливую компенсацию наши эксперты всегда готовы оказать бесплатную консультацию и скоординировать ваши действия даже если вы находитесь на борту судна без скрытых процентов предоплаты и текущих расходов по ведению дела вы платите только за результат международное признание членство во всемирно известных ассоциациях и партнерская сеть по всему миру позволяет нам решать вопросы на международном уровне во всех юрисдикциях и взыскивать суммы которые превышают контрактные фирма юринтер рекомендована самым влиятельным английским изданием лойд лист как эксклюзивная фирма по морскому праву в украине всегда помните что вовремя полученная консультация поможет вам успешно защитить свои права доверьте защиту своих интересов лучшим морским юристом с мировым именем александр а у тебя были на практике и ситуации когда после какого-то неадекватного использования машины что-то вышло из строя то есть когда дергались конечно и выхлопные колопана горели и кольца залегали как бы и бывало и топливная аппаратура как бы выходить компьютерная как бы все взаимосвязано на пароходе вы должны понять что каждый механизм работает для парохода взаимосвязано да там есть какие-то отдельные системы но все равно какой-то маневр механизма рулевой заложили 35 градусов клапанчук гидравлический залег и все рулевка не работает у нас да ну грубо говорят штурмана ждут механики чьи да вот так и бывает у нас такая ситуация в чили до швартовались и отказал двигатель капитан там кричал ну что машина готова не готова ягода не готова он еще не сообщить пришлось якоря отдавать разворачиваться с причалом почти навалились ну а сделать уже ничего нельзя машину надергали отказала не смогли запустить поздно закончился да есть такая кстати тема есть любители класса как во дворе кто-то два приема развернется кто-то в семь ну да я повторюсь как бы бывает же неисправность какой-нибудь механизм и там я не знаю возьмем тот же зульцер какой-нибудь да там айси ю висе и как бы но если текут а внутренние протечки у механизма есть топлива даешь а нужно больше воздуха дать как бы если топлива больше дать но свои нюансы вот и бывали такое что и на 5 килограммов оставалось топлива вот то есть извините воздуха да и там гамбургу какому-нибудь причаливали там гамбург это вообще убийство разворачивать эти большие пароходы конечно течение так что ситуации много бывает просто главное договариваться остальное это все такой вопрос пример представим новый новый вновь вновь скажем так ставший штурманом моряк поднимается первый раз на вахту вадим и александр можете дать какой-то совет что первым должен правление телеграф взаимодействие практика я чему-то со своих стародавних времен помню к сожалению я вот сейчас не могу сказать как это прониза по моему называется манувринг тейбл грубо говоря маневренные характеристики судна там написано количество там якорей сколько смычек сколько каждая смычка циркуляция да там показано в балластном и в пустом соотношении воздушные старты количество стартов данную машину допустимые ну и так далее вот это основная штурманская тема вообще хорошая практика тогда пусть там ну конечно конечно у штурманов это должно входить familiarization то есть когда человек приезжает первый раз особенно на на любой пароход это в принципе у нас если не ошибаюсь обязательное требование в течение 24 часов 24 часов произвести familiarization но она в основном касается безопасности если не ошибаюсь обязательно до critical equipment но вообще во многих компаниях то есть у механиков там свой чек-лист у нас в любом случае это входит навигационное оборудование то есть у нас bridge familiarization чек-листом за который например второй помощник отвечает там в принципе все это должно обсуждаться мы в конце концов прежде всего сам должен быть адекватен и понимать как и что это как как это работает поэтому думаю здесь особо-то и углубляться не надо в этих знаниях но это важно а вот касательно разных типов судов практик это было и на оффшорном флоте да и на контейнерном в чем разница в управлении пароходах на хпс ну да там немного принцип другой здесь настроена на торговом флоте настроена так что вышел из точки а точку б просчитал скорость и ешь себе равномерно просто следует трафику там же изначально пароход настроен так чтобы всегда быть маневренном положении поэтому там не так не так болезнен этот вопрос который мы обсуждаем насчет даже вот эксплуатации машины машин штурманами там все время стендбай все время с этим как бы ну меньше про опять же там в рша насколько я помню на моих последних было с этим тоже вроде они как бы частично эту проблему снимают работал только на контейнеровозах да нет я побывал везде и балкера и рефера и тоже в офшоре там пару контрактов или один сходил было очень много пароходов так что но наверное не знаю на танкеров так как ты не пытался что-то у меня не было такой задачей а вот со своего опыта сказать из практики на чем больше понравилось работать это вот для основа для студентов которые там и для для первых годов или кто просто хочет тип судна поменять всегда интерес интересует вопрос в чем разница тип в чем отличие где сложнее где легче что нужно знать при переходе с одного судна на другое либо там чисто двигатели все честно говоря как бы честно скажу что если брать торговый флота хорошо там балкеры рефер контейнер ну я не нахожу там большой какой-то сложности или больших отличий да то есть где-то больше механизмов там например на контейнере да нужна нагрузка больше вспомогательных двигателей но меньше палубного оборудования еще у балкеров и кранов ничего не крышек то есть что если взять большие балкера что там крышки вот эти крышки да кто там гидравлика открывать все это как бы проблем то никаких нет да с кранами конечно если пароход с кранами еще с гидравлическими как-то я работал еще свои давние времена четвертым механиком я на них спал на кранах вот особенно в портах это было не буду выражаться вот и что я хочу сказать торговый флот как бы сильно не отличается хочешь механиков я думаю везде восьми сейчас я имею ввиду если прыгать сейчас больше идет акцент на то что какие двигателя на каких двигателях ты работал сейчас последние 15 лет электронные двигателя у мана это не у зульцера артефлекс да то есть если есть опыта на этих двигателях в принципе тебя возьмут везде углубляться не буду в полемнику как что состоит когда я думаю это сейчас не наша сейчас задача да объяснять что и как вот в принципе на торговом флоте как механики механики я вот так вам рассказать а вот такой вопрос чисто в разрезе крюинга да владельцы называют вакансии соответственно хотят чтобы человек имел опыт именно на этом типе двигателя вот это флекс электрон из другим только экстренно когда им заменить срочно нужна замена вот и работал да на электронных ну да последние не знаю 17 лет у нас компании на же электронный и флекс и мы как бы так вот в чем основное отличие этого двигателя с чем механик опытный который работал на других типах двигателей может исправиться то есть почему такая презент привзятость то я не знаю честно говоря опытный механик справиться почитать мануал разобраться всех этих электронных гидравлических там клапанах это не такая большая как бы проблема я хочу сказать что классический и электронный взять ман да к примеру практически практически чуть-чуть модернизирована топливная аппаратура да и у гульцера тоже все это наглядно все опытный механик всегда разберется единственное может а сейчас у крюнга как бы складываются такие вопросы я знаю почему потому что требуют сертификаты да надо пройти специальные курсы там поехать в ту же германию это компания организовывает не организовывал по крайней мере и на зульцерах и на манах так что это дополнительные расходы для компании а если конечно компания видит а он работал и не пробуем как бы раз мы его и возьмем то есть это уже минимализировать какие-то затраты компании ну а курсы стоят как бы не так и дешево да то есть и проживание недельные двухнедельные курсы как бы все это стоит денег как и все у нас комментарии неправда разница для механиков очень приличная с офшора на торговый флот вот пишет нам дмитрий ты вообще я прошу вообще не вела речи как бы я отработала два контракта свое время и не знаю для меня как бы в офшоре это вот может прийти какой-нибудь там не очень опытный механик да и как разобраться там не так много механизмов вот и все по офшор так отношусь но это же тоже целая специфика у них настолько много разных пароходов что просто какое-то слово офшор как будто бы я не знаю вот есть рифер есть балкер а есть офшор да офшорные пароходы есть там он guard vessel просто рыбак переделаны ходит там защищает петряк или это вот он уже он уже офшор правильно есть там какой-то сложнейший dsv или там construction или drill который там обладает огромным экипажем там теперь там стоит со всеми сколько там эти redundancy это там по-моему так называется дублирующего всего этого там барок камеры тому всякие не раска этом краны какие-нибудь там уже слышно стало уже слышно даже не специально не специально я понял вадим и вот как водитель ты был и в офшоре и на контейнерах да на каком тебе флота еще был на дженерал карга был вот в твоих при переходе с флота на флота ты же я помню с торговым перешел в офшор да и старпом потом на контейнера вернулся вот принципиальное отличие что было например в офшоре сложно непонятно наверное 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 так ну на начнем тогда есть классическая навигация она совпадает понятно что скорее есть свои плюсы и минусы работы но я бы не сказал что это как-то да давайте да по честному мы же приходим тогда там по окончанию там института да там мореходки назовем так мы все равно всему учимся на пароходе так и здесь я перешел с контейнера на ашор ну разница большая выполняемой работе то есть я подучился и сделал а потом уже просто говорить в пропорции получаемых денег и выполняемой работы что выбирает что тебе лучше то есть опять же вот как сказать а что но я работал ну получается судно конструктивно хтс был да то есть плюсы ну в плане навигации конечно более маневренная проще переходить режимы действительно ты в голове уже держишь не только автопилот или ручное управление но ты понимаешь что можно и телеграфом сыграть и проще быстрее разгоняется быстрее тормозит все это но все это проще вопросе навигации обычно но при этом маленький пароход качает меньше людей мне не нравится когда мало людей хорошо когда большой экипаж это интересно работа ну там у меня больше физической работы было экипаж маленький то есть специфика работы подразумевала больше физической работы здесь конечно когда ты работаешь как мы с александром на контейнеровозах там 13-15 там у нас 20 тысяч контейнеров компании есть пароходы ну там понятно и у меня больше административной работы я конечно же меньше работаю руками но у меня там свои сложности потому что больше палубного оборудования по моему сложнее тот же этот сам заказы оформлять на порядок больше сложнее нежели там на небольшом офисе специфика работы здесь я сижу в офисе например порту да у меня основная специфика в порту там по груди ну это ни для кого не секрет там же у меня больше мы на порт почти не завязаны мы забежали взяли снабжение там какие-то запчасти для себя или там для судов на проекте и убежали там специфика уже именно в море более другое поэтому я тут каждый наверняка делает выбор пропорции какую-то пропорцию да когда это отношение выполняемой работы получаемые деньгам и уже каждый выбирает для себя что лучше то есть у меня был стармех приехал на офшорчик он первый раз в офшоре то есть тут решил попробовать компания кстати официально нормально тебе давала старт опытный мужик приехал все грамотно видно поработали недели три и потом получилось резко изменилась погода начала качать он уже просто молился чтобы его выгрузили но человек просто вот он не прикачивался и никак и закончилось тем что нас отпустили из проекта чтобы мы пошли в порт выбрать и выгрузить человека потому что он уже обезвоживаться стал мне постоянно болела голова и это уже было такое дело поэтому сказать лучше хуже каждый сам выбирает вопрос вопрос и вадим многие стропом и на балкерах очень интересуются контейнеровозами также и наоборот подскажите какие подводные камни для стропом при переходе от балкера контейнер вы знаете но это вот насколько кто-то написал не не видно имени но насколько я вот понимаю я опыт имел и там и там ну это взаима скажем так заменяемый суда нельзя конечно взять контейнера перейти на танкер у меня младший брат работает и многие друзья то есть я понимаю что невозможно это нельзя нельзя качественно выполну быть хорошим стартовым на контейнере быстро перебежать переучиться на танкер так не получится это конечно факт известно но скажем балкеры контейнеры и в том числе я думаю автомобилевоз ну это относительно заменяемые суда то есть теория скажем так вот по погрузке и по всему ну адаптируема то есть я бы да вот у нас александр у нас с тобой есть одна группа не помню то есть вот кирилл если не будем фамилию называть так вот он отработал сколько в своей компании на контейнерах они говорят вот на контейнерах нет работы давай пойдешь на балкер как на балкере не работал ну поедешь там ничего поехал он там на оверлапе покатался месяц как раз два порта у них было и справился и сейчас у него очень интересная схема он работает на балке и на контейнере если не ошибаюсь у японцев есть кейлайн не буду врать не помню но у японцев точно есть практика где компания держит автомобилевозы и контейнера и люди справляются потому что допустим программа погрузочная макс 3 то вот сейчас в контейнерах старпом если слышит но наверняка знает она в принципе же покрывает процентов 80 наверно проходов контейнерных вот эта программа погрузки и такое же количество очень большое она работает на автовоз я видел интерфейс понятно чуть там отличается но принцип управления и все другое то есть я вот допустим ну если бы мне если бы мне нужно было бы я бы не побоялся пойти на балкер или на автомобилевоз думаю что бояться этого не стоит конечно подготовиться но грамотный специалист который уже хорошо чувствовал себя старпом на контейнероводе он справится следующий вопрос драфтервей пройти на балке но вот драфтервей кстати больная тема ну вот все так говорят о драфтервей да мероприятие противное но решаемое очень кстати много видео в интернете по объяснению и потому как это выполнить опять же но балкер балкер понятие растяжимое и вот есть балкера допустим вот люди не один знакомый работает он работает трудовоз просто вот бразилия огроменный какой-то один из самых больших блокиров мира на вот он просто возит труду из бразилии в японию а с японии идет порожней ну я думаю что это очень типовая работа чего его бояться когда понятно один и тот же груз все по накатанной схеме и расчет остойчивости а вот вопрос даже тут больше не контейнер балкер наверное а контейнер какой-нибудь где надо грузить рассчитывать метацентрическую высоту наверно я ты ваше уважаю людей кто работает над дженерал карго я считаю это самая несправедливая работа по мне вот в плане как моряки они наиболее сильней то есть они действительно возят разные грузы и контейнера и конструкции на вал и все люди разбираются хорошо они вот их моряки мне кажется наиболее такие правильные хотя как назло вот зарплаты на дженерал карго вот торговых судов одни из самых низких я считаю кстати несправедливо то есть опять же тот кто отработал над дженерал карго он куда угодно пойти. То есть General Cargo, правильно, это уже и Балкеры, они и контейнера там немножко провозят, и все. Это, я считаю, люди, которые вообще адаптированы почти к любому торговому судну, ну, до исключениям танкеров. Мы это вообще уводим в ветку отдельно. А вопрос вот при переходом тоже самое крюинги и предвзято относятся, но это даже не крюинги, а судовладельцы. Судовладельцы засылают такие требования крюинги, а крюинги, соответственно, от моряков тоже самое требуют. Стаж именно на таком же типе и Дидвейти там. Вот ты был на полторы тысячи Теоса или на 15. В чем разница для Старпома? Несправедливо. Конечно, с полторы тысячи на 15 идти не особо. Есть, есть, ну... Так а в чем сложность? Ну как, это не совсем сложность, это понимание, то есть нужно... Старпом, ну, давай так, это же помимо погрузки-разгрузки. Маленькие контейнера у них, ну, мейнтеннесс, в конце концов, немного отличается. То есть, есть разница. То есть, когда придирается, например, там, с 7 на 10 не хотят брать тысяч ящиков, ну, это ерунда, конечно, полная. То есть, нормальный опытный моряк, который отсидел там, просто вот у него в компании были там пароходы по 7 тысяч ящиков. Он уже отработал там 5 лет, ну, просто еще. И вот решил поменять, а у этих только по 10. Ну, это, конечно, ерунда. Ну, а когда в 15 на полторы тысячи, ну, как, ну, вот ты хорошо водишь газель, да, тебе сейчас карьерный самосвал. Ну, как бы справлюсь, наверное, ну, будет тяжело. Поэтому в этом какая-то новая логика есть. Все хотят опытных. Я понял. Ну, вот Александр, наверное, больше. Ну, если никого, аминь, не открою. Так, так это. То есть, бояться, мне кажется, размер одинаковый. Хорошо, спасибо. Это, наверное, тебе вопрос. Что там? Больше проблем у механики с переходом с легкого топлива на тяжелый и наоборот. То есть, я так понял, что имеется в виду, что народ плавает, не разбирается. Что скажешь? Ну, да, праздникная тема была. Думаю, Александр сейчас расскажет. Да. Ну, с легкого на тяжелый, смотрите. Ситуация какая. Сейчас все знают, что мы с 20-го года перешли на малость сернистая, малость на топливо с малым содержанием серы, да. То есть, все пароходы в мире должны ходить с содержанием серы топлива 0,5. Раньше разрешалось 3,5, да. Вот. Написали, что полный провал. В принципе, да. Как бы об этом знали очень давно, об этом переходе. Если я правильно понял вопрос. Вот. Об этом переходе знали все уже давно, где-то уже 10, да. Но спорхватились, как обычно. Это касается не только наших русских людей. Все спорхватились очень поздно. Начали модернизировать все в последний год. Там зачищать какие-то танки, модернизировать системы, ставить какие-то новые фильтры. Ну, в принципе, что я хочу сказать. Не было нормальных испытаний этого топлива с низким содержанием серы. Оно-то из самой топлива появилось буквально полгода, ну, не полгода, ну, может, полгода назад. Где-то летом прошлого года. И, по моему мнению, я был вот на пароходе в момент перехода, да. Новый год или перед Новым годом мы за 4 дня переходили на это новое топливо. Все, конечно, боялись, что будет, как будет, потому что была с компанией, как сказать, директива, инструкция, что нужно выбрать все тяжелое, все выбираем старое топливо и переходим на новое, да, чтобы потери, как бы, никаких не было. Но тут же не знаешь, как себя двигатель поведет, да. То есть механизмы все были настроены, грубо говоря, от застройщика на одно топливо или на тяжелое, или на дизельное. А тут у нас бленд какой-то, да. То есть нужно смотреть, нужно настраивать и сепараторы, нужно настраивать фильтра на больший отстрел. То есть, как, в принципе, провалили, да, переход провалили. И не сказать, чтобы, вот сейчас я тоже читаю разные мнения, не сказать, чтобы экология-то улучшилась с этим переходом, да. 0,5-0,5 серы, ну, извините, на этой 0,5 серы, он пароходы дымят, как умалишенные. То есть это надо все форсунки, ну, всю топливную аппаратуру настраивать так, как надо. Вот. И или поставлять какие-то новые там сепараторы или блендеры, на что компания не будет идти. Вот. И все это сваливается на плечи, как бы, механиков, и надо там суперинтендантов думать, решать эту проблему. Ну, в нашей компании как-то прошло более-менее... Благо у нас никак в Майерске биотопливо не заставили направляться. Вот. У нас как-то прошло гладко, да. То есть, может, где-то какие-то были заминки. Но, в принципе, мы где заправлялись? Мы в Сингапуре заправлялись, там хорошее топливо давали, вот честно скажу. В Сингапуре нормальное, хорошее топливо, это блендовали, вот, никаких проблем не было. Заправлялись в Испании, в Италии, в Италии отвратительное топливо. Молились, когда оно быстрее закончится, честно говоря. В принципе, все зависит от качества топлива еще. Я понимаю, как. Еще один вопрос. Почему для Крювинга большое значение имеет дитвейт? Вот, допустим, мне после контейнеровоза вторым механиком с главным двигателем 44 тысячи киловатт неужто и хотят брать на Балкер с главным двигателем до 15 тысяч киловатт? В чем причина? Странно, не знаю. Вообще ни в чем причина, я не знаю. Конкретно этот Крювинг почему-то хочет так. Но если, насколько даже я понимаю, работал на Мане, с большего на меньше возьмут всегда. То есть, водитель грузовика справится с такси. Обычно, обычно, двухтактный, четырехтактный. Тогда... Нет, все двухтактные, по-моему. Да, четырехтактных не бывает у главных двигателей. Ну, я не знаю, честно говоря. Может, если он работал на каком-то классическом двигателе, да, то есть мощном, а тут уже на электронный хотят, значит, там этот нюанс. Потому что сейчас большая загвоздка у механиков работа, опыт на электронных двигателях. Если есть опыт, то тебя возьмут без проблем. Ну, тут больше вопрос, наверное, к компании-судовладельцу. Часто компании очень, скажем так, тупо сверяют анкету соискателя с их требованием. У них есть матрица, да, особенно танкера, да, и на любых компаниях больших. Вот у него написано, например, такая-то шкала разброса под двигателем по мощности. Больше-меньше уже там не было. Ну, это как бы, скажем так, тупость, потому что были ситуации, там, по кривингу, да, когда подаешь человека на рассмотрение. Он работал на разных типах двигателей, на разных типах судов, то есть человек-специалист в возрасте, который, соответственно, еще той школы, отказ по нему приходит. Почему, непонятно. Звонишь менеджеру, там девочка понимает, говорит, ой, сори, у него там другой тип двигателя, и киловатта не подходит. Я говорю, а какая разница? У него был более модернизирован двигатель, он на вашем точно справится. Ну, он не подходит. Я говорю, дайте технишина своего. Дают технишина, с технишином пообщались. Он ей там, слышу по-гречески, а, я там что-то. Ты что, говорит, нормально справиться берем. Берем. То есть, тут вопрос для людей. Допустим, учатся до техники, ну, именно по механической части, кто их тестирует. До супера, до технишина. С тем, чтобы пообщаться и всеми своими ответами показать, что человек опытный, вы человек опытный и справились. Потому что часто отсев большой идет из-за неопытности менеджера. Девочка сидит, которая в море глазами. У нее написано тупо в матрице. Вот так должно быть. Она смотрит у вас в анкете другие цифры. Все, не подходите. То есть, и все нужно разжевывать, не звонить, не говорить. Ничего, она учится. Девочка. Девочка научится. Да, и девочка может научиться после такого объяснения. Потому что многие, что как обезьяны, грубо говоря. Вот такие цифры, такие сверили, подходите. Нет, другие цифры не подходите. Так, вопросов вроде больше никаких нет. Вадим, Александр, у вас какие-то еще были такие критические ситуации, где там было непонимание, машина-мостик? Или наоборот, какие-то ситуации, благодаря совместной работе как-то выгребали? Ну вот так, чтобы я вот, у меня в моей практике, чтобы у меня отказало что-то, и это привезло каких-то глобальных проблем или что-то, действительно какие-то последствия были, чтобы, ну, причиной чему была техническая какая-то неисправность или это у меня не было? Нет, у меня, у меня очень часто бывали неисправности, такие аварийные ситуации, да. Если по-человечески даже в 4 ночи там звонишь старкому, если, конечно, нормальный человек, нормальные отношения, говоришь, бомни, люди. Да нет, понятно, если какой-нибудь там топливный шланг прорвало, там, если машину залило тяжеликом, понятно, все идут, убирают. Вот, также вот, я помню, Вадима Капитана, помнишь, у нас Вадим Капитан из Москвы, да? Вот, тоже ситуация... Ну, как Вадим? Вадим. Ну, Латыш. Латыш, да. Вот, тоже была ситуация, мы пришли в Австралию, пришла Амса, там, говорит, вот у вас одно замечание, делаем вам свислоки, там что-то с свислоками было, да? Да, я, честно говоря, там, сильно не вникал, капитан позвонил, как бы, у нас была работа, он говорит, слышишь? Да, да. Вот, он говорит, дашь людей? Ну, дам людей, конечно, зачем, какие-то проблемы пароходу делать, то есть, это, как бы, нормальная практика. Это, конечно, бывает, когда уже под конец контракта какие-то нервы сдают, конечно, можно и там накричать друг на друга, но, честно говоря, нормальный, адекватный и профессионал поймет это, как бы, мы можем друг на друга накричать. Вот, снял свой закон ввели, очень сложно перемирение вести. Да, так бы, по-другому выпили и все. Я бы понял. Такой вопрос, да? Вот, Александр, ты… Я не пропал, Александр. У меня? Не слышно, тем. А это, наверное, из-за того, что позвонили. Ты нас хорошо слышишь? У вас, да. Меня слышно? Плохо. Ну, ладно, ладно, будем слышать. Услышан, да. То есть, в разрезе этого вопроса, вот, Александр, переходил с разных типов судов, двигателей, да, с одной компанией в другую. Что посоветуешь? Вот, как раз человек спрашивает, если с Волгобалта перейти на более большой пароход, написали респектабельный, что вы порекомендуете, с чего начать? Вот, какой у тебя опыт перехода? Где-то от тебя рубили, крюинги, или тебя отбрали… Во-первых, никогда не надо жалеть деньги на свое обучение. То есть, пока работаете на Волгобалте, в любом же случае, там, денежки люди зарабатывают, я советую прежде всего. Ведь шанс, наверняка, когда-то где-то прострелить. Ну, будем говорить прямо, можно, если задаться целью, этого добиться. Но, чтобы добиться этого результата, нужно, попав на пароход, извлечь максимум и показать, что вы хороший специалист. Но, как правило, хорошие, большие пароходы, они с микс экипажем. Я вот честно скажу, из своего опыта, не знаю, ну, не буду говорить прямо за механиков, но для штурманов, очень важно иметь хороший английский. Вот пока сидите дома, в отпусках, там, есть время, учите английский. Это очень важно, потому что это поможет пройти собеседование. Зачастую, как бы, покажет отсутствие английского, не поможет раскрыть человеческую, ну, там, грамотность и подкованность человека. Плюс попадание на пароход, обучение и адаптация пройдет в разы быстрее, если понимаешь других людей. Поэтому учите английский, раз. Во-вторых, я из своего мнения скажу, крюинги надо посещать лично. Кто бы что ни говорил, сейчас все современно, еще что-то. Живой человек и живое общение – это живое общение. Стараться, смотреть, ходить, не лениться, напоминать о себе и параллельно это время тратить с пользой. Хотя бы вот английский. Да, в свою очередь, насчет себя скажу, да. Насчет Волгобалта. Я вообще, как бы, в 2000 году, когда пошел кадетом, сам начинал с Волгобалта, и было, знаешь, что такое Волгобалта, и был кадетом там. Вот, потом перешел. У меня, ну, как сказать, у меня двоюродный брат. Он тоже работал очень вторым механиком. Я просто к этой же теме сейчас все пойму. Работал много лет вторым механиком на Волгобалте. Ну, и как бы, по-братски, да, вот там, попросил меня там несколько, там, как сказать, имейлов, да. Ну, в компании, в которых я был, crew manager, я ему дал все, как бы, у него даже получилось устроиться в одну хорошую компанию. Ну, после одного контракта его почему-то не брали. Почему, как бы, я не буду озвучивать, да, там все понимают. В принципе, ребята, занимайтесь самообразованием, правильно сказал Вадим. Английский, в первую очередь, почитать. Сейчас очень много литературы в тех же, там, электронных двигателях. Причем, то есть, если даже ленится читать, ребята, откройте интернет, вон, видео. Вот LinkedIn, кстати, очень интересно, много обучавших дает. Многие продают вот этот Seagal, там, тренинг, Marlin сделает тренинги. То есть, ну, опять же, вот хороший тренинг, вот, который выпускают, вот, даже у нас на пароходе, наша компания оплачивает нас, даже заставляет проходить вот Seagal тренинги. Блин, ну, вот, я до сих пор иногда не все, вот, качественно. Мне приходится переслушать, пересмотреть. Хотя, ну, понятно, я уже там давно в море хожу и привык. А молодым ребятам, вот, полезные, классные видео, на самом деле. Ну, нет английского, вот как. Допустим, на русском языке мало, я читаю, образовательной, современной именно, вот, обучавших. Все равно надо, вот, опять же, английский все. Да, по кривингам действительно нужно, нужно чаще ходить и личное общение. Потому что очень часто бывает, когда вы можете зайти в нужное время, в нужный момент, когда вот срочно ищут человека, а вы тут уже с документами. А их готовы. И по ним видят твое лицо, помнишь, а помнишь, заходил вот этот парень там, высокий там, какой-то там, такой-то, он же там спрашивал, да-да-да, и все, и вспоминает кто-то фамилию, и вот звонят ему, а так, когда идет этот спам-рассылка, те же девчонки, которые заточены не на как-то не индивидуальный подход, а, скажем, просто на автоматизированную работу. Вопрос. Частый вопрос вот в разрезе этого же, что говорят, что невозможно перейти, везде коррупция, взятки. Ну, хотя и мы устраивали в группе не голосование, а опрос, кто как работает. Ну, я пытался доказать, да, что очень много людей работает без оплаты каких-то, без хабарей, как говорят. Вот что скажете, как часто вам приходилось платить, или всегда работали без оплаты каких-то комиссионных? Ну, так, мое мнение, честно скажу, вот честно, я никогда никому ничего не платил. Вот так получилось. Но я это не ссылаю, потому что как-то там что-то это, как-то это от меня зависящее. Я такой там принципиальный, наоборот такой молодец. Нет, просто я попал на всех вещах, попадал в нужное время на нужных людей. И мне никогда никому ничего не приходилось платить. Но я не вижу смысла людям зачастую бороться против системы или идти на принципы. Но ведь это же несложно посчитать. Ну, дашь денег, хорошо, и уйдешь. Ну, просто если ты уверен, что это работает, то есть проверенная схема, не жадничайте деньги, ну, вы же окупите их и дальше продолжите расти. А бояться этого, ну, наверное, не стоит. Ну, опять же, просто так налево-направо, ну, это сложная, мне кажется, тема. Так ее в двух словах не объяснишь. Но мне кажется, не всегда против системы можно пойти. Ну, тут вопрос, реально ли каждый раз трудоустраиваться без оплаты каких-либо комиссионов? Нет, ну почему? Работаем в нашей компании. Мы оба устроились бесплатно. У нас нет даже крюинга. Мы работаем напрямую. Нашлись и работаем, и у нас в этой компании, ну, это просто будет нонсенс, да? Ну, я никогда такого даже не слышал, что где-то что-то, кто-то кому-то может заплатить. Понятно, что мы работаем напрямую, и все у нас хорошо. Нам хорошо платят вовремя, и никогда никому ничего не приходилось платить. Но если человеку нужно, вот особенно, я знаю, молодые ребята там, ну, не могут стартануть. Ну, если есть, вот он знает, что можно заплатить, и возможность этого у него есть чисто теоретически. Не надо жать. Наверное, это так. Александр, а ты что скажешь? Ну, насчет себя я вот скажу, как бы, честно. Я, как бы, один раз, наверное, платил, когда я тоже ходил там мотористом каким-то, вот. Больше за всю свою, как бы, карьеру. То, что в одну фирму, во вторую, как бы, Вадим, мы сейчас в одной фирме. Ну, я написал аппликашку, все, мне позвонили, и прошло собеседование трехчасовое, и, как бы, через неделю я уже улетел в новую компанию, на новые пароходы, как бы. И, честно говоря, вот, я скажу, что это нам может, кто-то скажет, легко с вашим опытом, там, так рассуждать, говорить, вы написали аппликашку и полетели. Ну, ребят, я думаю, и Вадим, и я, в частности, да. У меня было время после института, как бы, такое, что я обивал пороги всех крюингов. Ходил, встал в 8 утра, как бы, взял с собой пакетик со своими какими-то документами и пошел вот в крюинги, да, там, запланировал, ну, тогда мы еще были в Украине, да, поездку в Одессу. И поехал в Херсон. То есть, а ребята, которые говорят, там, меня не берут, или у меня даже есть такие же сверстники, которые, там, говорят, а, вот, ты в такой компании. Ну, все это зависит от человека, кто хочет, тот пойдет, найдет, будет работать, да. Как раз следующий вопрос. Вот у кого был опыт из вас работы напрямую, минуя крюинги? Вы сейчас напрямую работаете или через крюинги? Если, ну, я ничего против крюинга не имею как такового. Хороший крюинг – это помощник, прежде всего, это не враг. То есть, я не буду называть названия крюингов и говорить, кто-то плохой, кто-то хороший, это не мое дело и не в этом дело. Я работаю напрямую, с одной стороны, это неплохо, но с другой стороны, есть нюансы. Вот мне нужно сделать физу, да, есть хороший большой крюинг по контейнерам, вот, допустим, если кто, особенно, там, с Одессы смотрит. Хорошие, мощные компании, представительство в Одессе. Пришел, девчонки тебе заполнили бланки, пришел, забрал, поехал, сделал физу. Я сижу, все это только, что планирую, делаю сам, с этими билетами тоже. Раз пришел, тебе позвонили, напомнили, объяснили. Не могу медкомиссию пройти, куда пойти, где находится. Все это объясняется, это подсказывает, что делается. Тренинги постоянно или припинги. У нас нет крюинга, свойственно нам, постоянно надо куда-то летать. То в Польшу поехали, то в Германию. Кто-то скажет, может, это круто, но ничего классного нет, по самолетам лазим. Приехал в отпуск, хотя бы, опять там куда-то на какой-то форум или этот идти. А здесь, когда, допустим, для ребят, раз, большой состав работает, ребят с Украины. Назначили, да, тут приехал представитель компании, я читал там эту лекцию, и здорово. Поэтому хороший крюинг – это не брак. Зачем пытаться его измешать? Если хорошая компания имеет свой крюинг, это скорее плюс. Большой плюс. Но тут нужно понимать, не все ориентируются. Есть крюинг, есть представительство, есть мынинг агентство. Например, представительство компаний, такие как МСС, да, Колумбия. Это, грубо говоря, отдел кадров этой компании международной, которая открыла свой офис, наняла директора и нанимает на работу. По сути, в них трудоустройство бесплатно. Да, во многих компаниях тоже есть взяточничество, но это уже менеджеры, будучи там, работая. Но вас никто не заставляет предлагать, вас никто не заставляет платить. Понятно, что везде человеческий фактор, там, где есть люди, там есть возможность коррупции. Но это как бы естественно... Есть люди, которые берут взятки. Ну, я, конечно, не поддерживаю ни скольким образом, ни коим образом все это дело. Но давайте так. Если вы хороший опытный моряк, допустим, который идет по плану, не хочет перескочить должность, не хочет поменять флот, то наверняка и не понадобится никому платить. То есть за хорошим специалистом и так охотятся. А если вы действительно там, ну, там, в отсутствии опыта хотите поменять там компанию или хотите поменять тип судна, ну, если у вас есть такая цель, ну, почему не заплатить тем, кто это может... Я говорю, или накосячили в предыдущих контрактах, больше нигде не берут, потому что по компаниям там информация о вас негативная. И такие люди, ну, мне кажется, они должны быть, всегда должна быть лазейка, правильно? Ну, многим она и понадобится. Платите или будете в общем... Ну, тут человек говорит, что каждый раз зачастую приходится платить, потому что многие кривинги требуют опыт, минимум там два контракта, многие судовладельцы требуют от кандидатов, от соискателей опыт минимум два-три контракта в одной компании. Ну, не любят, типа, переписчиков. Я считаю последним кадетом, кто запрыгнул на уходящий поезд, который был в 2008 году. Я в 2008 году в сентябре ушел третьим помощником в первый раз. И до этого я работал кадетом, тоже бесплатно пришел, сдал там интервью какое-то там, бумажки показал и меня отправил. Сейчас я знаю, молодым ребятам сложно стартовать. Ну, я тогда в этом случае вот от себя. У меня есть младший брат, который сейчас через это все проходил. Потерпеть. Когда появится возможность перескочить. Ну, давайте начнем так. Я всегда к кадетам отношусь. Тут такая тема с кадетами. Если в компании кадет, это человек, который в этой должности, и следующим этапом его становится офицерская должность, то компании невыгодно как-то того, вот, отдать кадету. Он же ест, его надо содержать, ему надо какую-никакую зарплату платить, его надо менять, свойственно в этом случае выучивать людей, чтобы получить. У тебя, у вас что-то со звуком постоянно, он плавает, падает волнами. А перезайти никак? Ну, это долго будет. Там у вас с оборудованием все нормально, интернет не прыгает. Ребята, напишите в комментариях, как слышно, Вадима. Ну, лучше, наверное, у нас не получится. А то придется в щеках щеке сидеть. Он пропадает. Почему-то. Александра, так же случилось. Наверное, придется выходить-заходить, иначе не получится. Ну, давайте попробуем. Минута перерыва, перезайдите попробуйте. Давай. Сейчас. 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 Пока ребята переподключаются, вот в ответ на этот вопрос, да, действительно, многие компании требуют от соискателей опыта минимум 2-3 контракта в должности и минимум 2-3 контракта в одной и той же компании. То есть, вот у нас были партнеры, это Бах-Бахри, Шик-Менеджмент. У них требования, там, человек должен минимум 3-4 контракта отработать в одной компании. И только тогда мы будем его рассматривать. Ну, и, к сожалению, это требование судовладельцев, даже не крюинга. Крюинги с удовольствием убрали всех подряд. Потому что для них это заработок. И часто крюинги тоже идут на то, чтобы нарисовать что-то, улучшить вашу анкету с тем, чтобы взяли. Потому что понимают, к примеру, что человек опытный, справится. Но почему-то там другие национальности присылают вообще зеленых ребят. А от нас требуют опыт, как от космонавтов. Ну, это реальные такие требования к нашим специалистам. Поэтому тут и морякам приходится где-то анкету корректировать. И крюингу с тем, чтобы человека взяли на работу. Да, Вадим, продолжайте. По поводу кадетского. Что я могу ребятам посоветовать? Я много менял компаний, много видел кадетских программ. Сам проходил по двум из них. Так вот, что я знаю? То есть вот, компании можно называть? Начинал я свой первый контракт в компании Бриза. Довольно, я думаю, известный крюинг. Но смысл в чем? Там кадетская программа изначально заточена очень странным образом. То есть кадет – это самый младший человек, над которым начальники абсолютно все. И кадетская программа, она безумно долгая и очень сложная. То есть человек работает с утра до вечера, и следующим этапом его продвижения становится матрос второго класса. Потом матрос первого класса, и потом только штурман. То есть он используется как дешевая рабочая сила. Да, он подразумевает продвижение, но путь безумно долгий и сложный. И, кстати, откровенно говоря, не самый полезный в плане прокачки мозгов. То есть программа не подразумевает его обучение. Все его обучение проходит за счет свободного времени поверх рабочего дня. Но они всегда, отработав 8 часов на палубе, есть огромное желание идти учиться. Тогда как в большинстве других компаний, я вот работал, Питер Долли, Клаус Питер Оффен, Хапоклой, то есть, кстати, немецкие большие, допустим, те же контейнеры, Майерс тоже, если не ошибаюсь, кстати, ну, за МС не буду говорить, но, по-моему, в принципе, так же. То есть там кадет продвигается в офицера. То есть изначально программа сделана так, чтобы человека выучить и получить от своего офицера. А на рядовые там свои ребята, либо индусы, либо филиппинцы, к рядовым человек вообще никак не относится. Да, он учится, допустим, там отрабатывает полдня на палубе, полдня, например, учится с кем-то на вахте. То есть человеку уже есть обязательное время, то есть вахтенное, и никто его в этом деле не трогает. И обучение происходит быстрее, и в этом случае компания, ну, очевидно, видно, что заинтересована в продвижении человека. Им невыгодно катать его 10 контрактов там и не продвигать. Поэтому надо стараться, даже если где-то, ну, кто-то хочет за это получать, там, деньги в крюингах. Нужно выбирать вот такие компании для старта, которые имеют вот правильную кадетскую программу. И тут нужно четко спрашивать, конечно, не каждая компания это расскажет, потому что многие не понимают, что иногда кадет, как ты говоришь, это просто название и меньше зарплата. Да, я уходил, кстати, один момент, извини, перебью. То есть, например, в той же Бриза кадет может получать там со всеми крепежами там и 800 и 900 долларов. Тогда, как во многих компаниях, это жестко фиксированная зарплата, например, там, 300-500 долларов, то есть, казалось бы, да, у них просто маленькая зарплата. Но следующая зарплата становится, там, помощника, например, 3-го, 3,5 тысячи. И вся эта экономия, ну, она очень, ну, как сказать, все эти потери, там, за один месяц офицерской работы окупается. Поэтому дело вообще в кадетстве, дело вообще не в деньгах. Но сугубо нужно выбирать правильную программу и в идеале бы вообще стартовать с той компании, в которой, в принципе, можно и сидеть, и работать. Тогда и карьерный рост будет быстрее, когда вы не прыгаете из должности в должность. Ну, может, это я скорее сейчас, понятно, неопытным морякам рассказываю, которые, там, могут что-то с моих слов вынести. Ну, надо, да, первый контракт, и не надо гнаться за деньгами. Главное, гнаться за правильной компанией, правильной программой. Но нужно четко узнавать у ребят, которые там работают, действительно ли это кадетская программа. Потому что обычно это только прописка в паспорте, а по сути человек работает так же, как все, и, как ты сказал, в свое свободное время, хочешь учись, хочешь не учись. Наша кадетская программа для нас в форме отличается, к примеру, вот я с греками работал, у них apprentice, это apprentice, он приезжает, он 4 часа на палубе, 4 часа на мостике, его обучают, его допускают ко всему. Ну, это действительно кадетская программа. Для нашего же брата это в основном, я сам сталкивался с таким, я первый контракт пошел ОС, отработал, второй, думаю, надо идти, наверное, кадетом в эту же компанию, потому что хочется научиться, чтобы дальше в штурманы как-то прыгать, а не зеленым прийти. На мостике побывать, аппаратуру изучить, но я пошел кадетом на танкер 118 тысяч, новое, новострой, оно шло с новостроя, я в штурманы сел, ну и как оказалось, что, вот как ты говорил, никто меня туда даже не допускал, до мостики, до обучения. Я работал с утра до вечера, сумма новая, много работы было, чтобы доделать после стапелей, грубо говоря. И когда я первый раз зашел на твою вахту вечернюю, там, за штурманом греческим, начал там спрашивать про приборы, он сказал мне, ну, типа, не лезь, твоя работа, лук-аут, все. И, соответственно, весь контракт, никто ничего никуда не допускал, я работал с утра до вечера, а потом только приходил, там что-то, что-то там, клянчил, спрашивал. И никакой кадетской программы там не было. У меня? Да. Я только что сделал. Так, вот вопрос от Дмитрия, как попасть в Бахри? Я капитан с опытом десятилетним на РОРО и ЛОРО. В Бахри РОРО есть, в них РОКонты есть, РОРО-контейнера. То есть, по сути, у них очень жесткие отборы, очень такая бюрократическая процедура. Для менеджеров они присылают вот такие талмуты по поводу подготовки кандидата, куча документов, куча дополнительных опросников. Но, по сути, кто работает, там ребята все довольны. Компании находятся они в Дубае. Лично я бы посоветовал, если у кого-то есть желание попасть в ту или иную компанию, это напрямую на их сайте заполнить их анкету, чтобы ваша кандидатура попала в их базу данных сразу. После этого сделать звонок, представиться, сказать, я заполнил у вас анкету на сайте, можете ли проверить, дошла или нет, но на английском, естественно, с тем, чтобы четко подтвердить, что ваша анкета в базе и участвует у них в поиске, когда они кандидатах ищут. И, если сильное желание есть, проехаться в Дубае. Сейчас билеты, например, я летал из Одессы, копейки стоят в разрезе, да, расстояние. То есть туда-обратно 250-300 долларов нужно билетам идти. Приехать туда, в компанию заблаговременно договориться, пройти все тесты, собеседования и благоплощно трудоустроиться. Таких ситуаций я знаю много. Многие, я снимал видео в Греции, работа напрямую. Многие говорят, зачем туда-то ездить, дай деньги, тебя отправят. Можно и так, по каждому своему. Поэтому, если вы приедете в компанию, у вас там с распространенными руками встретят. Но, с другой стороны, компания Бахри работает со многими крюингами. Они одну и ту же вакансию рассылают в 10 крюингах, а те уже ищут кандидата. Поэтому, скорее всего, как часто происходит, с одной и той же вакансией вам могут позвонить на какие-то крюинги. Трудоустройство этой компании бесплатное, поэтому пишите им, звоните. Вадим убежал куда-то, да? Да, что-то у него там срочный телефонный звонок. Так, вопрос. Это с группой не прописывается. Экипаж судов, который сейчас на судах, побаивается в большей мере не за то, когда домой вернутся, а за то, как же по окончанию отпуска снова найти работу. Какие у вас мнения по этому поводу? Ну, я свое позже скажу, Александр, если у тебя есть какое-то мнение по этому поводу. Вот ты и дома сидишь сейчас. Ну, я сижу дома, да. Я хочу сказать, как бы, когда вся эта всем известная ситуация закончится, я был всегда такого мнения. Специалисты возьмут всегда. То есть, не через две недели, так через месяц позвонят точно. Это, я вот, честно говоря, не переживаю. Может, я со своей должности смотрю так, со своим опытом. Ну, я не думаю, что нормального специалиста, который там зарекомендовал себя, могут как-то кинуть, или он останется без работы. Ну, это мое личное мнение. Ну, сейчас, в некоторых компаниях, вот я знаю, суда, которые в чартере у Арамка, в компании, марихам предлагают на борту подписать контракты 12-месячные и быть 12 месяцев на борту. И у людей, соответственно, вопрос. Ну, 12 месяцев офшорник никак не готовы сидеть на судне. И во многих случаях, ну, там работа достаточно тяжелая, постоянный стендбай, постоянные якорезаводки, и 12 месяцев на борту тяжеловато просидеть. И они боятся. То есть, если мы сейчас откажемся, не пойдем на встречу компании, поедем домой, найдем ли мы дальше работу? Потому что люди, которые согласятся, могут дальше сидеть. Следующий человек они могут найти, который без работы сидит, который согласится на 12 месяцев. И на 12 месяцев, грубо говоря, это место закрыто. Ребят, ну, вы знаете, как бы тут уже давайте на чистоту. Мы работаем по контрактам, да. Если человек заинтересован в работе своей дальнейшей, да, то есть, как бы, он может и потерпеть. Это как бы зависит от человека. Я бы, в свою очередь, если компания, когда просит, ну, что... Поддержит на работу и еще ведут подольше. Конечно. Конечно, что, почему становиться в позу там какую-то, и говорить там, и, не знаю, сделать какие-то скандалы. Ну, это может действительно привести только к тому, да, ты сейчас покажешь какой-то моряк, да, индивидуальный и независимый, но потом останешься без работы. Надо, в принципе, подумать о будущем, да. Ну, многие моряки, да, критично к этому относятся. Вот раз в контракте столько сказано, значит, выполнение свои условия. И там, 2-3 недели его передержали на судне, уже IT вызывают, а потом удивляются, что... Да, 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 да. Это, это ни к чему. Это, как бы, если так делают только неопытные и, ну, не очень умные люди. Да нет, и опытные делают так часто. Ну, ну, я извиняюсь, конечно, потому что кого-то я обижу, но и так делают не умные люди. Сейчас, экипажи судов, которые сейчас на судах побаиваются, больше не из-за того, когда он сюда мой. Вот ты, Вадим, боишься не попасть на судно, что твое место кто-то займет или кто-то пересидит. Я не могу понять, а что, баланс поменялся? Появился откуда-то приток новых моряков, опытных, сразу же. Просто есть мнение, что сейчас еще вся сфера дипломирования не работает. Многие моряки, которые заканчивались документы, дома сидят, не могут их продлить. То есть, и какое-то время после того, как карантин пройдет, нужно для того, чтобы обновить документы, и будет небольшая нехватка кадров. Хотя, с другой стороны, очень много моряков зависло, которые готовы вот вчера. Ну, понимаете, ну, это как? Такова жизнь. Опытный моряк всегда потом востребованная работа. Даже если он сейчас застрянет и без возможности сделать документы, он в любом случае уйдет. А может быть, это даст толчок там неопытным морякам найти работу, как-то новых кадров почерпнуть. Всегда же во время кризиса, правильно, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Такая жизнь у нас. То есть, это вопрос, мне кажется, философский. Как тут можно сказать или что-то обсудить? Время покажет. Ну, если честно, я думаю, все наладится. Какое-то время, там, месяц-два будет какая-то там неразбериха. Месяц-два, я думаю, не будет. Просадка сейчас будет, и проходы будут в отстой и становиться. Это факт. Насколько я понимаю, там, танкировщик, очень много под хранилища использовали, потому что была дешевая нефть. Спрос спадал, да, добыча не снижалась. То есть, показывают в новостях, что, да, там тера, особенно большие, стоят заполненные контейнеровозы. Уже на данный момент 13% контейнерного флота стало. Говорят, цифра может увеличиться. Но, опять же, экипажи-то остаются сейфмэнни. Кто-то ж, судно ж нельзя оставить без дела. Точнее, без людей совершенно. Опять же, ну, встали, постоят. Тут раз взяли, нарисовалась работа. Люди нужны, да, взяли, там, выбрали якорь, да, там, отвязались, поехали дальше. То есть, опачки, кого я вижу? Знакомые? Александр, как попасть сразу на беседу при менеджеру, а не ограничиться общением с секретарем, если вы посетили Крюинг за границей? Ну, ответьте вы. Он сразу такие сложные вопросы задает. Александр? Александр, привет. Александр. Ну, и сразу сложные вопросы. Ну, Саня, ответь. Как прорваться, вот, например, к тебе в обход? Никого не надо обходить. На самом деле, Александр, для того, чтобы попасть сразу к Крюинг-менеджеру, который занимается именно теми судами, на которые вы хотите попасть, нужно культурно настаивать. Правильно все заполнить по процедуре компании и просить встречу и собеседование с менеджером. Если вы хороший специалист и есть в компании под вас вакансия, то они сами будут заинтересованы в Крюинг-менеджере с тем, чтобы вас пригласить на собеседование. И, да, Вадим, что-то хочешь добавить? Александр, можно, пожалуйста, подробнее о культурном настаивании? О культурном настаивании? Ну, не требовать нагло, грубо, а культурно настаивать. Надо и дать тактично. Потому что секретарь может... У меня в багажнике лежит инструмент для аргументированного диалога. Ну, за это можно поехать далеко в Магадан. Это уже терроризм. Поэтому я объясню так. В чем разница? В чем проблема, да, с тем, что ваша анкета может иногда не дойти до человека, который решает этот вопрос? С тем, что, к примеру, девочки это не совсем ориентируются в том, что у них есть в компании какие-то вакансии, под которые вы сейчас подходите. Новая стажер какая-то. Поэтому вы должны сами анализировать, насколько она квалифицирована, насколько она заинтересовалась в вас по разговору, чтобы передать вас тому или иному менеджеру. И просто напоминать ей, позвонить, напоминать. Вы доставили мою анкету? Получила ли это менеджер мою анкету? Как с ней связаться? Могу ли я прийти? Можете ли встречу назначить? То есть, постоянно культурно как-то напоминать. Потому что это человеческий факт. Вас могут забыть, вас могут не передать, вас могут в базу не внести и так далее. Как я и отвечал перед этим, Дмитрию, что нужно заполнить анкету по процедуре, как написано на сайте компании. То есть, некоторые не принимают анкеты чужих сторон, не только онлайн заполнить. Пройти эту процедуру, позвонить, спросить, попала ли анкета в базу и попросить связать темы менеджера, которые вы заинтересованы по адресу. То есть, какой ответ на вопрос? Да, кстати, хорошая практика. Когда отправили аппликашку, допустим, в своей свободной форме, перезвоните, спросите, проверьте, пожалуйста, получили аппликашку. Вот на себе проверял, постоянно. Нет, не пришло. Ну, как не пришло, я сейчас отправил. Ну, вот не пришло. Начинаешь там с ПЭЛ или что-то. Или вот когда, особенно онлайн анкета той же компании именно ее, перезвоните, спросите, я запомнил в проекте, это очень хорошая практика, я бы так сказал. Да, тут может в спам попасть. Очень просто. Всякое бывает. Так, Вадим, у тебя там что, главный двигатель работает, ты куда-то бегаешь? Нет, у меня как, бахта тоже. На подвахте, я помню. Ну, конечно, с 4 до 8, у нас 16, все, я уже заступил, извини, я так не могу. Так, по вопросам, вроде бы мы на все ответили, да? А что, кстати, ваша компания говорит сейчас по поводу замен? Какие-то перспективы есть или вообще пока сидите, жгите? Вот я вот только сейчас переписывался с нашим менеджером, но проблема, видишь, в чем, самая основная, то есть одно дело, вот отправить меня, да, с Крыма, да, чтобы я долетел куда-нибудь там в Европе, но проблема, чтобы человек, которого я менял, тоже мог уехать. Ну да, то есть не всегда, то есть вот у меня есть, допустим, под меня хорошая там вот сейчас должность, пароход там, который подходит, надо египтянина менять, ну а пароход не ходишь, или нельзя туда долететь, все, он сидит, и я сижу, еще другой вариант. Сложность, чтобы связка сработала, вся целиком. Я понял. В продолжении вопроса, да, Александра, из вашей, из вашей практики, были ли какие-то ситуации, где вы не могли достучаться до того менеджера, который вам нужен, или наоборот, где, какими-то действиями вам удалось достучаться и получить работу? Да я как-то я и работал. Ну вот да, вот с офшора, я с одной офшорной компанией переходил в другую. Я подходил по опыту, но тоже все как-то вот никак. Ну да, настырно, постоянно о себе напоминал знать, то есть, ну не прям, как ты говоришь, как ты скажешь, аргументированно. Культурно? Ну да, культурно, но часто. Напоминало и сработало. А так вообще, да нет, как-то все оно подлажено, я не могу. Возьмем эту офшорную компанию, с которой мы сотрудничаем. Для крю-менеджера вопрос привлечь поиска новых вакансий и судовладельца такой же, как для моряка поиск работы. По сути, мы эту компанию также в год долбили. То есть, сейчас неинтересно, завтра им звонишь, у них есть вакансии, даешь им классных людей, тишина, молчание. Пытаешься этого менеджера достать, через ноль год пытаешься его достать, который там работает, звонишь, пытаешься им людей хороших в обычном стандартном режиме, нет вакансий, просто по флешим стендболисту, где это, пять-шесть механиков классных, которые подходят именно под их тип судов, по их матрице. Тишина. Ну, то есть, а потом как-то в один прекрасный момент, когда случился кризис, да, и все люди, которые от них разбежались, а у них опять работа появилась, судов на купили, им понадобились люди, они обратились, мы быстро отдали, пусть, и начали с ними сотрудничать. Так же и для моряка. Вы можете компанию долбить год, и ничего не будет происходить, а потом в прекрасный момент про вас помню, как Вадим сегодня говорил, «О, а помнишь парниша, который нас каждый месяц задалбывает культурно, звонил? Да, помню, давай его возьмем, парень настырный хочет работу получить». Все, так это и происходит. Грубо говоря, чтобы вам повезло, нужно очень много для этого делать действий. Хорошо, если, как ты сказал, парень настырный хочет работать, или, знаешь, главное, нету. Пусть не он, типа. Бывает и такое. У нас был случай, когда матрос, матрос, лет пятьдесят пять, заходил, каждый месяц, и мимо проходил, магазин идет, заходит, «Здравствуйте, я сегодня еще не готов». Я даже не готов, я в Милин. Ну, уже его принимали сначала дико, а потом уже просто привыкли, а менеджер, который он не ходил, уже увидит его в окно, зато прячься к ней. Так, у кого-то что-то шпулись. Что-то да, я не знаю, какие-то помехи. Да, Вадим, что-то там у вас, да? Да нет, не у нас. Мы-то не видели, так и сильно. Да, что-то да, скрипит. Что-то с интернетом. Так, будем заканчивать уже встречу. Если есть какие-то вопросы, задавайте, еще две минуты, подождем ваших вопросов. ребят, пока мы что-то еще интересное расскажете из практики, как вы не будете. Интересно, как-то в лесу, да? Я не знаю, что можно рассказать по ребятам. Ну, про опыт трудоустройства основной вопрос сейчас это работа, да, как попасть на прямую. Как попасть на прямую? Ну, не обязательно на прямую. Как быстро найти работу в данной сложившейся ситуации? Вот если вам сейчас сказали, ребят, у нас в компании нету да, что ж с интернетом теперь? Сейчас, секунду. Вот ситуация, если вам в компании в ближайшем полгода отмечить и работать, как бы вы ее искали ваше действие? Как бы я сейчас работу искал? Да. Я просто, мне кажется, все равно, мои мысли, они будут немного заужены и не всем подходить. Ну, во-первых, лично мое наблюдение, сейчас безопасно и комфортно себя можно чувствовать в контейнерной сфере, где я сейчас работаю, чувствовать там, где судовладелец имеет свой груз. То есть, компания, ну, просто, мы можем называть какой-то угодно там MSC, Myers, да, то есть, в оригинальном компании работать, то есть, они не зависят от чартера, то есть, они сами себе и владельцы, то есть, это дает определенную безопасность и надежность, то есть, даже если эта компания остается или куда-то продается, она все равно с кем-то сливается, как правило, не всегда, иногда, но не всегда кадры остаются просто, вот как в нашей компании было, мы, у нас поменялся владелец, но мы как остались на своих местах и на своих пароходах, так и остались, вот, это первый момент, второй момент, то есть, я бы искал изначально работу по крупным компаниям, которые имеют свой груз, ну тут специфика, как бы, да, это конкретно, да, контейнерный, балкерный, тот же офшорный или танкерный, тут свой подход, наверное, это как бы, мы это рассказываем со своей колокольной, да, мы в контейнерном флоте, вот, правильно, вот, аргументировал, а в каком-то там, я не знаю, офшорном или танкерном флоте, там, наверное, совсем другая специфика, к сожалению, мы как бы, ну, на данный момент мы не знакомы с ним, вот, и в нашем, флоте, те компании, которые имеют свои линии, свои грузы, свои пароходы, вот, на них надо целиться, вот, даже начинающим, там, пошел к ответам, ну, не знаю, это два, три, четыре контракта отработал, все равно, что в компании, ты смотришь, анализируешь, что происходит вокруг, и за один контракт, как бы, если человек не глупый, он может оценить ситуацию, правильно он попал в компанию, или неправильно, как бы, как к нему относятся, как, не только к нему, как вообще к людям относятся, это все, как-то, от человека должно зависеть, да, то есть, если ты попал в хорошую компанию, то можешь отсидеть, три контракта к адетам, и потом пойти в рост, я же правильно говорю, иногда и быстрее, то есть, тут мы говорим про свою специфику, я понял, хорошо, вопросов больше никто не задает, большое спасибо, ребят, за то, кто приняли участие, обращаюсь к тем, кто насмотрел, или будет в дальнейшем смотреть это видео, напишите в комментариях, насколько полезен, а это видео сохранится сейчас, да, оно будет на канале, да, будет на канале, Насколько полезен данный формат, насколько он информативен, продолжать ли, кого приглашать, то есть, свои предложения, кто-то может хоть поучаствовать, пишите в комментариях, а также, я планирую брать конкретную компанию, разбирать ее, приглашать нареков, которые там работают, чтобы они делились, как попасть в эту компанию, и с их особенностями работы в этой компании, как, например, пробахнул сегодня человек, спрашивал, можно на следующую встречу организовать, взять в том, чтобы разобрать подробно эту компанию, и проводить, и опыт нареков, которые там работают. Напишите в комментариях, с тем, чтобы мы на канале давали именно эту информацию, чтобы они максимально полезны вам. И так, вот последний вопрос, как вы можете работать выпускникам Николаевского Национального университета Корривестроения Механиков, если у них ничего неизвестно, так как, например, у НМА, которые даже кадетские программы, у НМА подработал, чтобы у них были кадетские программы, но это можно не искать, так же, как и все. Неважно, как вы, если у этого заведите, нету кадетской практики, то ребятам приходится из-за отбивать пороги в компании, а отбиваться с мерками, которые могут рекомендовать свою компанию. Слышно меня? Так, что-то плоховато. Связи, что-то сегодня, либо интернет, либо гарнитура. То есть, по сути, отбивать пороги крюинга, учить английский, отбиваться на рекламе, искать знакомых в этой сфере, что может вас продоваться. Ну, особо советов других нет. у меня Александр помогает мне с каналом, он студент на работе отбивный. Он сейчас нашел работу напрямую на данкер, по-моему, компания сингапурская крупная. Просто напрямую написал ему, позвонил, мы обещали его продоваться, но в карантин. И пока все зависло. Но человек сам напрямую заход себе работать. Искать, как мы и помним. То есть, искать, звонить, писать, кадетские практики есть, кадетов ищут, но нужно для этого приложать много усилий. Ужать компании, искать людей, которых не работают, стартовать, как они проходили с обеспечением. Нюансы, чтобы он подготовиться к обеспечению. А дальше уже по процедуре. Итак, заканчиваем сегодняшнюю встречу. Всем спасибо, кто присутствовал, за вопросы, за последствия вам, ребята, спасибо, что уделили время. Передать вам всем, кому это интересно. Поэтому до следующих встреч, следующих видео. Пишите в комментариях свои вопросы, а также предложения по следующим видео на канале. Пока. Удачи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok